Приветствую вас, Мария. Давайте мы попробуем с вами рассмотреть вашу ситуацию, да, и постараться как бы в ней разобраться. Я, если честно, не очень понял ваши слова по поводу того, что вы хотите выговориться, то есть если вы имели ввиду поговорить голосом, то вы выбрали не совсем правильный способ, потому что вам надо было выбрать эксперта и уже как бы с ним лично поговорить. Вы предпочли задать платный вопрос и, соответственно, выслушать мнение людей, написав длинное сообщение. Ага, принесло ли вам длинное сообщение облегчения? Ну да, возможно, какое-то облегчение есть, но, на мой взгляд, для выговаривания этого мало. И, соответственно, то, что вы пишете, что хотите выговориться, но при этом вы даете платный вопрос, да, и любой, в принципе, вопрос, как-то вот не состыкуется с тем, что вы хотите, хотите вы одного, делаете вы другое. Это вот первое, что бросается в глаза, так сказать, хотите одного, но почему-то этого не делаете, а делать немножко другое. Соответственно, здесь у нас место быть сублимациям, возможно, подавление чего-то, какое-то. Вот, ну, я не знаю, насколько вы в национальности, оказывается, да, помещены. Вот, я не очень хорошо понял, какой вы культуре, я не очень хорошо понял, какой культуре ваш муж, вот, несмотря на то, что он националист. И поэтому думаю, что вот с подавлением нужно разбираться, почему так, вот, и какие-то аспекты на это указывают, например, то, что вы живете с водителями, а не отдельно, то, что вы выбрали для себя мужчину, у которого нет ничего, ни денег, ни недвижимости, то есть сами выбрали такого человека, вот, и, ну, нестабильно вы, но при этом ожидаете от него какой-то стабильности. Ну, это вот то, что говорит о неком серьезном расхождении между тем, чего вы хотите и тем, что вы получаете. Вот. Это первое. Давайте мы сразу с вами определим так, что ссора, любая ссора, не случается на ровном месте. Сама по себе, как самостоятельное, так сказать, заявление, она не происходит. У ссоры есть, как правило, подоптека, у ссоры есть обнования, у ссоры есть, так сказать, подготовительный этап, где каждый накапливает негатив, да, это первое. Негатив вы не увидели, раз в ссоры возникло. Какие-то привозные звоночки в отношении мужчины вы тоже не увидели, да, ну, то, что вы его задолбали, там, и так далее. Вот. Все это же было. Все было. Просто мужчина терпел, у него не было возможности повода для того, чтобы это все выразить, но, как бы, тонкость, она вся в том, что это, как бы, ну, происходит сейчас, на данный момент. И я хочу сказать, что в этого не углядел. Соответственно, чтобы понять, именно, почему произошла ссора, нужно смотреть не на нее саму, как таковую, а надо смотреть именно на то, что за ней стоит, за ссоры. То есть, какие аспекты стоят именно за тем, что с вами произошло. Да? Вот. Следующий момент. То, что вы сами участвовали в этой ссоре. То есть, ну, видите, что человек, как бы, начинает агрессировать, да? Вот. Видите, что человек начинает повышать голос. Соответственно, не нужно вступать в конфликт. Но вы это делали, вы участвовали в ссоре, а значит, вы несете половину, 50% ответственности за эту самую ссору. Это не вина, это именно ответственность. То есть, вас тоже что-то задолбало, вас тоже что-то угнетало, вам тоже что-то надоело, вам тоже что-то не устаривало, вы тоже что-то терпели. И терпя это все, как бы, подавляя все в себе, вы недостаточно отреагируете это. То есть, вы не сбрасываете напряжение. И, соответственно, все это вылилось в стол. Поэтому здесь необходимо проанализировать себя и вот отследить этот самый негатив по отношению с мужчиной. Ну, как правило, этот негатив, он сводится к неким таким ожиданиям, то есть, вы чего-то хотели от него, думали, что он будет себя так вести, вот, а он себя так не провел. И, в итоге, вы обижаетесь на него за то, что он так себя провел. И, в итоге, соответственно, на него и агрессирует. Ибо агрессия – это, соответственно, стремление убрать препятствия к своему удовольствию. То есть, как бы, свою безопасность вы чрезмерно доверили другому человеку, сами при этом, ну, как бы, не имея плана «Б» для обеспечения себя безопасным. Вот. То есть, может быть, чрезмерно доверили человеку поспешно, потому что не знали о нем никаких вещей. Может быть, что-то еще. То есть, здесь, конечно, вариантов может быть много, но, тем не менее, да? Вот. То есть, ссора на прочую обсуждение национальности ребенка и наличие в нем разных кровей – это вообще просто повод. А то, что мужчина-националиста у вас в роду таджики – это тоже вообще просто повод. То есть, это, ну, серьезно, это смешно, как бы. А то, что вы не знали, что ваш муж националист – это вот уже куда более серьезно. То, что вы не знали о его отношении к определенным национальностям – это вот уже куда более серьезно. Здесь говорит о том, что… ну, вот это говорит о том, что вы его не так хорошо знали. И, возможно, что вы не так были близки. И, возможно, что вы друг друга видели только как, ну, как мужчину и женщину, как мужа и жену. Но не видели друг друга как людей, как личности, как индивидуальности. Вот. И тут как бы вот ситуация достаточно серьезная. Поэтому, да, заметите, что вы говорите, что оказалось, что муж – националист, и что для него неприемлемо, и что у ребенка там, соответственно, ну, для него неприемлемо, что у ребенка несколько кровей, да? Ну, разные, разные, как бы, виды крови. Ну, я так понимаю, да? Вот. Вас это оскорбило. Что вас оскорбило? Что вас оскорбило? Что он обидел ваших родных? Кого именно он обидел? Какое отношение вы имеете к тем, кого он обидел? Вот чрезмерные родственные связи, такая привязанность к семье, она создает только вашу уязвимость, да? Для вас. Вот. То есть не разграничение ответственности. Он обидел ваших родных, которых, я не знаю, есть они в живых, нет, но, в любом случае, это родственники дальние, находятся на эмоциях, а вас это за дело. В общем, ну, какое вы имеете отношение к этим родным? Вот. Да, понятно, что мужчина, да, может быть, вас не уважает и так далее. Вот. Но, тут я полагаю, у вас же какая-то вот общая взаимная принципиальность сыграла роль. Потому что, ну, то, что вы оскорбились, это, ну, как минимум не мудро. Да? Вот. То, что он извинение принципиально... А, значит, ну, там... Не, не, да, это... Тоже не мудро, но это мужчина. Понимаете, как бы, ну, это мужчина. И я его не оправдываю, но, еще раз повторяю, что вы знали, что он такой, скорее всего. Если не знали, то вы не знаете человека, который является отцом вашего ребенка. Вот. Да, то, что он так впылил, то что для него это, как бы, неприемлемо. То, что он националист, то, что он серьезно, но это его выбор, это его позиция. И... Вот, понимаете, да, вопрос близости, как бы. И здесь только анализировать свою ответственность. То есть, ну, вот, как вы человеку представляете, называется самопредставление. И... Репрезентация. Как вы человеку раскрываете, что он ваш муж, что у вас ребенок, а он только вот узнал, что у вас в роду есть те, кого он ненавидит. Например. Да? Понимаете? На следующий день человек после нескольких словесных привлеканий сказал, что живет здесь три года как в гостях. И что за человека его не принимают. Хотя отношения испортил сам. Ну, здесь как бы своего рода обвинение, да, в его сторону, в его сторону наблюдается. То есть, понятно, что... Понятно, что он ответственен за то, что произошло. Это понятно. Но ответственны и родители. Вот. Потому что ваша мама, вот, она могла бы с ним не ссориться, будучи мудрым человеком, как и отец. Он мог бы не ссориться, будучи мудрым человеком. И, опять же, что значит, поссорился с вашей мамой, да, с вашими родителями. Что это значит? Еще раз повторяю, ссоры не бывают на ровном месте. У ссоры есть предоплека. Либо человек просто ссорится со всеми. Вот. Постоянно. И вы принимаете этого человека. Либо человек ссорится не постоянно, вы этого не принимаете, но у ссоры есть причины. И причины вы анализируете. Понимаете? Вот. Дальше. Смотрите. Вы собирались жить. Да? Вместе. А, ну, то есть вы, муж и ребенок вместе с родителем. Вы думаете, это нормально? Для него, для мужчин. Да, у него нет ничего другой. Да, у него нет квартиры, нет жилплощади, нет денег. Но, как бы, ему это приятно? Может быть, впервые имело смысл озаботиться живой площадью. Или как вы себе все это представляли? Может быть, вы договаривались с человеком изначально, что будете жить с родителями. Если он говорит, что три года как в гостях, значит, ему что-то не нравилось. И, скорее всего, он вам об этом говорил. И, скорее всего, вы этому не придавали значения. Если он не говорил ничего, и вообще все было идеально для ваших родов, тогда, да, мужчина просто испугался ответственности, просто понял, что ребенок это слишком серьезно. Но он же на вас уже женился. То есть, тут вот есть такая вот тонкость, да, непонятно. Либо мужчина испугался, если все было до этого идеально просто. Тогда действительно этот плюс, слабый человек и так далее. Но вы выбрали его. Вы выбрали слабого человека. Зачем? Это, получается, ваша модель поведения, ваш сценарий. Что вы выбираете себе такого человека, который зависел бы от вас. У которого нет ничего за душой. И, соответственно, который является ведомым по отношению к вам. А вы ведущая, потому что у вас есть что-то. И вы, как бы, имеете в итоге человека в зависимости от вас. Ну вот, тут вот важны ваши отношения к этому. И понимаете ли вы это все? Конечно, вы можете сказать, что вот мы там планировали покупать квартиру, там что-то еще. Планировали покупать квартиру, и родили ребенка. Зачoribe ребенка, завели ребенка. И если вы и планировали покупать квартиру, то сперва нужно было, наверное, на нее заработать. И заработать нужно было, наверное, на нее вам обоим. Вот. Ну и родители помогли бы, возможно, но работать бы. А вы и ребенка как бы завели. Ну вот, это по-минус. всего прочего, что если мужчина националист, если он действительно националист, это исключает какое-либо адекватное взаимодействие и с вами, и с дочерами, потому что у них течет кровь тех, кого он ненавидит, да? Вот, но это, если честно, странно, очень странно выглядит. Я не знаю, но выглядит это как предлог, либо как предлог, либо как средство для ссоры, потому что, ну что, ну он что, внезапно оказался националистом, вот просто внезапно, ну вы знаете, ну может быть так, но это настолько маловероятно, что вы за три года не знали, не видели, что националист добыть такого не может. Вот, здесь есть какая-то вот непонятная ситуация, либо вы чего-то не договариваете, либо вы что-то упустили из виду, либо вы сами что-то не понимаете, либо наивно. Вот. Что, кстати, вполне может быть, потому что вы же хотите с родителями, если вы привязаны к родителям, у вас нет своей жилплощади и, соответственно, вы можете быть более, как бы, ну, к ним близки и, соответственно, те, кто близки к моим родителям, они, как бы, более наивны и более, как бы, не приспособлены к самостоятельной жизни, то есть менее адаптивны, менее адаптивны. Вот. Ну, это не обвинение вам, ведь, опять же, мужчина-то он вас принял в такой, да, вот, и женился на вас, и ребенок, как бы, у вас появился, вот, и все время беременности вы были вместе, я так понимаю, проблем не было. То есть, вы не понимаете, какая штука, да, чтобы понять поведение вашего мужчины, ну, не анализировать не то, что вы здесь написали, а то, чего вы не написали. Потому что то, что вы написали, это следствие. Понимаете? А не причина. Дальше. Так, после он высказал, что все это ему не нужно, а мы, имея в виду, нашу дочь тоже ему не нужна. И что ко мне все чувства пришли, я его задолбала, отцовский чувство к ребенку так и не появилось и поспал меня куда подальше. Ну, это очень похоже на бунт. То есть, человек вот себя подавлял, 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 зажимал, 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 а потом это все просто взорвалось, и вот он пошел в бунт. Это какой-то просто бунт, это детское такое поведение. Просто такое вот детское поведение. Личность человека полностью подавилась ребенку. То есть, желание возобладать. Даже можно сказать, что у человека случился такой приступ психоза, либо человек стал психозом на какое-то время. то есть, перешел все границы, да, наплевал на границы других людей, и, соответственно, вообще про это все вопрос. может еще и по-другому быть, что если ваш мужчина это тот, кто, ну, например, всегда все портил, всегда все оскорблял, всегда все унижал, разрушал вокруг себя, то можно сказать, что он такой тип определенной личности, который в детстве привык наказывать тех, кто вокруг него. То есть, это такая модель поведения, что вот мне что-то не нравится, да, мне что-то не устраивает, меня что-то напрягает, я буду портить все вокруг себя. Ну и, как бы, психоанализ, это, что называется, такое вот стремление к разрушению, да, мартида, энергия мартида. И энергия мартида у мужчины выражается вот так. То есть, от чего-то защищаться нужно, от кого-то защищаться нужно, куда-то вот это вот стремление к разрушению одевать нужно, одевать его некуда, и мужчина долгое время эту энергию подавлял, что вот теперь она у него проявилась. То есть, либидо удовлетворено более-менее, а вот мартида, очевидно, не удовлетворяется вообще никак, совершенно. вот. Значит, чувства к ребенку, это именно вот, ну, это просто в одну кучу, в одну кучу. То есть, может быть, там отковские чувства и были какие-то, но они привязаны только к мать. То есть, они не самостоятельны, эти чувства. То есть, бывает такое, что отец ребенка любит и любит мать. А и любит мать, он любит ребенка. А бывает, что он любит ребенка и и и любит мать. Это как бы две разные фигуры. Ну, видимо, ваш муж, он не отделил еще ребенка от вас, и поэтому чувства к нему нет. Бывает, что отделяется сразу, бывает, что после по себе. Ну, как там, зависит от ли человека. Вот. А потом меня куда подачат. Ну, вообще, поведение, поскольку детское, то серьезно его воспринимать не стоит. То есть, обычно люди так отношения не рушат вообще. То есть, подобным образом, на подобных эмоциях, на подобных тонах, обычно, в принципе, принятия серьезного решения не происходит. Вот. Ну, и дальше вот все в таком духе. То, что не будут смотреть физически с ребенком. Алименты будут платить. Вообще, здесь еще, на мой взгляд, есть проблема ожиданий, точнее, проблема ответа на них. То есть, мужчины знают, чего от него ждут, понимают, чего от него хотят, но чувствуют, что не может этого дать. Из-за этого чувствуют себя неполноценным, и из-за этого возникает такая вот защитная реакция у него. Вот. Это если говорить именно про объяснение его поведения. Значит, дальше. На следующий день, при попытке моих родственников с ним поговорить, обычно соглашаются с третьими лицами обсуждать эту ситуацию не собираются. Так. Ну, это очень большая ошибка, что родственники пытались поговорить. Это вот самая большая проблема при проживании с кем-то, что постоянно вмешиваются третьи лица, третьих лиц вообще не должно быть. Это вот еще одна проблема семейной, так сказать, ответственности за кого-то. Есть вы. И только вы можете решать свои проблемы. Только вы. И он. Никто больше. Понимаете? Еще никогда родственники ситуацию не исправляли. Если между людьми есть проблемы, родственники их не решат. Могут решить профессионалы, но не решат родственники. Потому что они дилетарны, потому что они вовлечены эмоционально в любую ситуацию. Поэтому это большая ошибка, и вам это на будущее, что если вы создаете семью, то важно, чтобы все вопросы решались только в семье. То есть, а вы там и к друзьям прислушивайтесь, и к родным прислушивайтесь. Знаете, какая история? По-моему, именно эта черта, что вы постоянно прислушивайтесь к кому-то, дает мужчине понять, что он живет не с вами, а со всеми вашими родными. Как бы. И он не чувствует себя в семье своей. Он чувствует себя в вашей семье. Это разные вещи. Опять же, здесь зависит от того, готовы ли вы меня понять, потому что это довольно неприятные вещи. которые я говорю. Вот. Значит, тетя бросила довольно грубые слова. Да, я не буду их повторять. Повторять. Ну, это, знаете, опять же, не знаю, поймете вы меня сейчас или нет, но я не оправдываю его. Он поступает, бессловно, плохо, но у мужчины явно аффект, а аффект явно такой, очень серьезный. Я не знаю насчет психического здоровья, это не по части психологов. Вот. Но аффект, да. И тетя, она не могла не видеть. Кстати, там еще и тетя у вас. Мало того, что родители, там и тетя еще. И еще. Зачем вот это все? Ну, зачем столько людей в семье, Мария? Ну, правда. Ну, это вот очень давит, на самом деле. Вот. Тетя, она как бы вмещалась, она, ну, оказалась под рукой аффективной личностью, да, и он, как бы, свою агрессию слил на нее. То есть, как бы, он в аффекте, и он аффект еще не завершил свой. Поэтому то, что он сказал в состоянии аффекта, это нормально. И обижаться на это, ну, опять же, по-детски. То есть, нет, вы можете, конечно, обидеться, если вы считаете, что родственников обижать вообще неприятно. Вот. Но тогда вам будет очень сложно построить отношения, потому что жить так, как живете вы, в тех условиях, в которых живете вы, довольно сложно, и человеку требуется определенная выдержка. У вашего мужчины этой выдержки нет. И вы знали, что ее у него нет. И, соответственно, вы чего-то, на что-то надеялись, вступая с ним в брак. Вот на что надеялись, большой вопрос. При нашем разговоре еще раз меня послал, а через десять минут после этого написал, что любит. А после мне последовали сообщение. Ну да, это вот состояние аффекта, состояние очень серьезных эмоциональных переживания. Вот. Вот. Далее идет манипуляция самоубийством. Вот. Это уже истерика, видимо. Похоже, истерика. Вот. Вот. Здесь, смотрите, истерика или приступ истерии, если это действительно истерия. Я еще раз повторю, не психиатр, да, диагностировать болезни не имею права. Но если это истерия, то это действительно болезненная потребность во внимании. То есть мужчина чувствует себя в пустым месяцем. это проблема с значимостью и, в общем-то, абсолютно все происходит. И опять же, вы это знали, потому что вы говорите, что в курсе, что он слабый человек. Ну вот, чего вы ожидали от слабого человека? Что он сам станет сильным? Почему как бы вот это требуется понять? Ну, в общем, угроза самоубийства. Валюта никогда больше не появится в моей жизни, чтобы я не рассказывал о нем дочери и говорил прощай. Ну, это вот, да, классическое проявление истерии. Плюс, соответственно, обвинение себя на то, что сделать. Это так и работает. Сперва человек как бы делает какие-то вещи, потом себя обвиняет. После этого опять делает эти вещи. Из-за этого у других людей складывается впечатление, что человек как бы издевается. На самом деле, нет. В нем живут как бы два человека. Подстрекатель, который говорит, давай, пошли всех. И обвинитель, который говорит, что ты творишь вообще и так далее. Это все идет известно. Отсюда, кстати, и национализм как механизм защиты. Так, своей матери написала последнее послание с просьбой его сжечь. Ну, это явно уже эпатаж, да, то есть, ну, насколько сильный эффект, аффект, точнее, настолько сильное обвинение. И самое главное, надо понимать, что человек в это верит. Действительно верит, точно это сделает. Далее мама позвонила вам. Естественно, переживая о том, как он, я позвонил. Ему оказалось, что он мирно где-то спал. Я не очень понимаю, как это увязывается с тем, что он как бы написал последнее послание, вот, что было в нем, обещал ли он себя убить, то есть, все это как-то вот не очень понятно. Вот, но тем не менее. Я прекрасно понимаю, что это слабый человек пищевый, что свое поведение это средство манипуляции. Ну, знаете, да, вот формально, формально, да, манипуляция. Но по факту человек не осознает, что манипулирует. Как это сказали вы, знаете, для манипуляции, ну, не для интеллекта. Довольно сильный интеллект, ну, высокий. То, что ваш мужчина прямо интеллектуальный, ну, из вашего сообщения не вытекает. То, что у него ничего нет, это как бы подтверждает. Поэтому не думаю, что это манипуляция прямо. Не совсем понимает, что есть сказанное им правда. А зачем вам понимать, что есть сказанное им правда? Вам это для чего, самой? Какая вам разница? Или вы готовы его простить, принять обратно? Тогда нужны какие-то условия принять. Знаете, правда всё. И одновременно не правда ничего. Но для его восприятия, что бы он ни говорил, это только его позиция. Это позиция аффекта. Вы же о чём-то думали, когда ребёнка заводили, правильно? Дальше. Значит так. У него нет ничего, а так, вы говорите, потому что, потому как всё терять, ему есть что. А что ему есть терять, если у него ничего нет? Ни денег, ни недвижимости. Что ему терять? Он будет спать, где спал. У него мама, если будет у мамы жить, у мамы спать. Почему у него? Смотрите, это и есть скрытый мотив быть с мамой. В наиболее безопасном месте. А после смерти мамы, простите за такие слова, её квартира будет его. Кстати, а почему его мама звонит вам, зная, что вы только после родов? Слишком много родителей, слишком много третьих лиц в вашей жизни. Здесь он жил, всё у него было. Да, но это было не его. А для мужчины это важно. Видимо. За сутки он смог всё это потерять. А, ну вы знаете, то есть вы хотите сказать, что он всё это потерял, и на себя никакой ответственности вы не берёте. То есть вы настолько человека знаете, что готовы за сутки выкинуть его из своей жизни. Но какие бы он слова ни говорил вам и вашим родителям, это офект. И нельзя вот понимать это всерьёз, почему вы говорите такие вещи, что он смог всё это потерять. Как будто только целиком и полностью он виноват в том, что произошло. Это уже здесь родительская садится. Вот он с такой щекой взял и всё потерял, виноват и так далее. Нет. Нет. Помимо этого ещё есть ваш кредит доверия. Как бы три года ребёнок, это не просто так. И если этого кредита доверия нет, тогда встаёт вопрос о том, на каких основаниях вы с мужчиной выстраиваете отношения вообще. Если кредит доверия нет. В конце концов, это ваш муж. Муж – это родной человек. По-моему, на словам отсутствует жилство – это и есть правда. Но, опять же, это гадание, и это, скорее, ваша интерпретация того, что он сказал. То есть это вас за дело, вероятно. Но более или менее правды это не делают. Слова раскаяния – это осознание своей собственной неожиданной смелости и, как следствие, трусость за всё, что он потерял. Нет. Здесь, мне кажется, вы обесцениваете человека, принижаете его, потому что вас оскорбило. То есть вы оскорбились, и вы его сейчас принижаете. Это тоже защитная механика, потому что то, что вы оскорбились – это проблема с точки зрения психологии. Это проблема. Ваши родители – взрослые люди. Ваши родные – тоже взрослые люди. Как бы мужчина может с ними не иметь отношения, может их, в конце концов, да, оскорблять. Вы можете сказать ему, как бы, дорогой, вот, при мне не надо их оскорблять. Они мои родные, я их люблю. При мне не надо. Не хочешь – не общайся с ними. Но они оскорбляют – это справедливо. А вы оскорбились, там, извинения, там, что-то еще. Понимаете? Он вас оскорбил. Да, я понимаю, это неплохо. Это очень плохо. Но оскорбление – это, вы знаете, с точки зрения психологии, оскорбление – это очень деструктивная модель поведения. Практически существует нечто, что можно вам сказать, что моментально настроит вас против другого. Но вы же сами понимаете, что это, как бы, не очень, потому что по-взрослому. Тем более, что вы теперь мама. И отвечаете за ребенка. И сейчас вы стоите на пороге того, чтобы лишить дочь отца. Ну, не знаю. Если вы готовы идти на… Идти по пути, по пути того, что вот он оскорбил, должен обязательно извиниться, ну, это вам и ваше право. Если вы готовы идти по пути того, что у мужчины есть некая неуравновешенность, неудовлетворенность и проблемы, это ваше право. Какой из этих путей лучше? Ну, на самом деле, и тот, и другой могут быть хорошими. Если вы, например, будете терпеть обиду подавлятие, то вам в путь принятия проблем у мужчины не подходит, потому что у вас нет самой проблемы. Если вы можете отпустить обиды и понять, что мужчина вообще на самом-то деле ничего против вас и против ваших родных, против тети не имеет, что у него там свои конфликты, то тогда можно встать на второй путь. Для этого требуется определенная взрослость. А оскорбление – это все, это очень детская позиция. И вопрос в том, либо вы понимаете это, либо у вас есть мотив это принять, то есть, ну, есть стимул, либо нет. Дальше. Мне сейчас не очень понятно, как себя вести, чего ожидать от человека. Ну, ожидать от человека мощное, скорее всего, таких же перепадов настроения. То есть, оскорбление, желание принизить, потому что вы лишили его возможности, возможно, реализоваться. Ну, или он так считает. Неважно, что это, он сам себя лишил. Вот. И, соответственно, прощение, там, попытка все исправить, возможно, начать какие-то действия. Вот. Но все это будет очень нестабильно. Как себя вести? Спокойно, вежливо, выдержанно. Холодно? Нет. Холодно быть не нужно, потому что холодность таких людей убивает, морально и психологически. Ну, или быть, там, в общем-то, приветливый, спокойный, иногда даже ласковый, но твердый. То есть, например, сказать, дорогой, я тебя люблю очень, но после того, что произошло, я не могу тебе как больше доверять. И если ты хочешь быть с нами, то обратись к психологу, к врачу, может быть, мы тебе поможем деньги, деньги как бы дадим, оплатим, все вот это, и поработаем с ними. Пусть тебе помогут. Чтобы я могла тебе доверять. Потому что, ну, объективно, сам подумай. Вот ребенок, он будет, если у тебя еще такие всплески будут, то на ребенка какой заряд негатива. Понимаешь? То есть, очень важно поставить грамотные условия. Но без обвинений, на самом деле. То есть, не говорить, что ты должен там что-то сделать. Нет. Если хочешь, то вот так. Потому что я боюсь, например. Говоришь просто, я боюсь. Поэтому вести себя нужно так. Понятно, что самой на контакт идти сейчас не надо. Пусть подумает, пусть поразмыслит, пусть приведет свои мысли в порядок. Ну, там еще будете думать вместе. Значит, так. Строить ли с ним отношения? Ну, это решать только вам, Мария. И здесь, опять же, проявление вашей неуверенности в себе и, вероятно, из личной модели психотической. То есть, у вас тоже психотическая модель поведения. Вы тоже привязаны к другим людям. Вы тоже недостаточно самостоятельны. Даже как и он. По большому счету. Вот. Если он по-своему, вы по-своему. И то, что вы сами для себя не можете занять жесткую позицию, говорить либо о том, что вы боитесь, либо о том, что вы не уверены в себе, а, соответственно, себя не любите и не принимаете, либо о том, что у вас нет четкой системы ценностей вашей. Либо не, скажем так, об отсутствии четкого представления о том, что вы чувствуете к нему. Если вы любите его, ориентируйтесь на его счастье. Что для него будет лучше всего? Если вы его не любите, ориентируйтесь на себя. Что вам будет лучше всего? И исходя из своей системы ценностей. Если семья для вас это превыше всего. И таковы ваши ценности. И менять эти ценности вы не хотите. То есть, вы не считаете, что они вам вредят, эти ценности. Ну, тогда, помимо условий работы с психологом, у мужчины будет еще одно условие. И извинения перед всеми вашими родственниками. Но выполнимые ли это условия – это уже вопрос другой. И не будет ли это такой полусознательной манипуляцией с вашей стороны – это уже вопрос. Далее. Значит, так. Потому что явно на лицо психическое расстройство. И непонятно, чем это может закончиться. Ну, вы не врач, я тоже, чтобы диагностировать. То есть, у меня это аффект. Аффект бывает у всех. Это нормально. Прощать его, принимать или лечить. Вот, что вы спрашиваете у нас об этом. Это вам решать. За вас мы это решение не примем. А так вы становитесь на своих чувствах. И от своих ценностей. От своей позиции. Так. Или же бежать от него куда подальше, потому что дальше будет только хуже. Да не факт. Оставите себя грамотно – не будет хуже. Теткой границы установите свои личные – не будет хуже. Мужчина будет знать, что есть грань, куда нельзя заходить. И все. Тем более, что у вас есть родители. Мнения знакомых и друзей расходятся. Ну, еще одна ваша ошибка, что вы интересуетесь мнением друзей и тем более знакомых. Нет границ личных у вас. Само же я понимаю, что не пожелаю своей дочери такого отца, от которого неизвестно чего ждать, неизвестно чему он может научить дочь. И какой показатель пример, когда у него в очередной раз торгует крышу. Так, а какой отец-то? До этого-то все было хорошо. С чего вы решили, что у него сорвало крышу? Ну да, у человека был аффект, но это еще не взрыв крыши. Как бы. Еще раз повторю, никакого диагноза, никакой болезни у него нет. Вот. Поэтому вы явно, на мой взгляд, торопитесь здесь с выводом. Вот. И слишком далеко забегаете вперед. Что опять же говорит о некой идеализации и мужчины рядом с вами, о некой идеализации института семьи и так далее. Очень хочу выговориться, разобраться с кашей в голове, потому что я все-таки люблю этого человека. И хоть и пытаюсь сейчас быть холодной, но это все больно. А любовь-то у вас какая Мария? Для себя любовь или для него любовь? Больно-то вам почему? Но человек сейчас свободен. Человеку сейчас хорошо. Ну, в любом случае, ему лучше, чем было до этого, очевидно. Он спит и ему нормально. Вам, если вы любите его чистой искренней любовью, должно быть вообще прекрасно. У вас, у вас есть родители, одна вы не останетесь. Как бы. То есть, этот вопрос нормальный. Алименты еще с него стребует и вообще будете жить хорошо. То есть, как бы с этой точки зрения, как бы все здорово, но вам больно. Вопрос в том, почему? И как эта боль связана с любовью? Далее. Выговориться. Ну, про выговориться я уже сказал. Ну, про кашу в голове. Здесь я могу сказать только то, что каша в голове будет и будет до тех пор, пока в вашей жизни личной будут присутствовать другие люди. Вот в чем мужчина прав, это в том, что с третьими лицами обсуждать подобные вещи нельзя. И третьи лица никакие, никто не должен вмешивать то, что происходит между двумя людьми. И что ребенок должен разделять свою семью, где есть мама и папа, и других. У вас же этого не происходит. И отсюда у ребенка может быть такая же каша в голове, как у вас. Нет личностей, нет соответствующих эдипальных процессов, которые происходят в норме. Нет индивидуализации на достаточном уровне. В большей степени коллективное мышление образуется. Вы подумайте, вы чего хотите для ребенка своего? Вот так. Я думаю, именно так можно вам ответить на ваш вопрос. Надеюсь, что помог вам. Если у вас остались дополнительные вопросы, пишите в личку, буду рад помочь. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучшим. Желаю вам всего самого доброго и удачи!